Добрый день, друзья! Это обучающий центр кибермаркетинг, телеканал SEOpult TV. С вами я, Сергей Иванов. И сегодня у нас Евгений Костин, руководитель департамента продаж системы SEOpult, продолжит хардкорную тему. На этот раз он расскажет нам о закупке ссылок. Женя, привет! Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Сегодня заключительная третья часть хардкорной темы. И сегодня мы поговорим с вами о закупке внешних ссылок. Я знаю, что некоторые ждали ответов на некоторые вопросы, тем более от сервиса SEOpult. Какая-то позиция, что ли, по некоторым вопросам, по заявлениям Яндекса. Ну и в целом, может быть, какие-то фишки я сегодня покажу по закупке ссылок, по настройке ссылочной кампании. Для тех, кто смотрел предыдущие две части хардкорной нашей темы, этот вебинар может показаться не столь жестким, что ли, не столь хардкорным, если можно, опять же, так назвать из, собственно, заявленной темы. Но дело в том, что, конечно, поисковая система все больше и больше внимания уделяет самому сайту. И поэтому инновации, какие-то фишки, они больше применимы к вашим ресурсам, к внутренним его страницам. Мы говорили про какую-то семантику, которая там охватывает тысячи, десятки тысяч запросов. Мы говорили про создание перелинковки и многое-многое другое, но все это относится к вашим сайтам. Что касается ссылок, здесь сразу стоит отметить, нет каких-то сильных инноваций. И все, что мы можем говорить, ну, по большому счету, да, что там ссылки, ну, какие-то из них работают, какие-то из них не работают. Я, конечно, покажу вам сегодня примеры своих ссылочных компаний, потому что, кроме того, что я являюсь сотрудником SEO-пульта, я также являюсь его активным пользователем, пользователем нашей системы. И продвигаю свои ресурсы здесь. Вот. И могу на своих примерах что-то продемонстрировать. Однако найти, допустим, какие-то особенные ссылки, которые работают в 10 раз лучше других, или подобрать какие-то фильтры, которые, ну, совершенно не очевидны, они не заявлены ни в одной системе, ни в одном агрегаторе, такого, пожалуй, сегодня не будет. Ну, вы просто сами поймите, что таковы реалии сегодняшнего SEO. Поисковики все больше внимания уделяют вашим сайтам, а не ссылкам. Ну, в первую очередь, наверное, стоит прокомментировать ситуацию с так называемой отменой Яндексом ссылочного ранжирования. Обращаю ваше внимание, что слово «отмена» здесь и далее по слайдам везде написано в кавычках. И я сейчас также прокомментирую этот момент. Ну, во-первых, для тех, кто по каким-то причинам не знал, пропустил или сомневается в ходе событий, год назад Яндекс, ну, можно сказать, отменил ссылки, по крайней мере, сделал такое заявление в декабре, не вот этом декабре 2014, а декабре 2013 года. Позже, в марте месяца на Минской конференции нажал такую замечательную большую кнопку, которая называлась «отменить ссылочное ранжирование», ну, или как-то так. И якобы с этого момента Яндекс перестал учитывать ссылки при продвижении сайтов. Однако ссылки до сих пор продолжают работать, даже на данный момент, вот на сегодняшний день, даже в регионе Москва, который был заявлен Яндексом, и даже по коммерческим запросам, потому что речь изначально шла о том, что ссылки не будут учитываться именно по коммерческим фразам. И в первую очередь Яндекс запустил этот алгоритм для региона Москва, ну, а потом уже, наверное, планировал охватить все остальные регионы. Планировал или не планировал, мы не знаем, но, во всяком случае, такие заявления делал. Даже по объявленным тематикам, объявленные тематики, они прозвучали как раз-таки в Минске, Яндекс показал слайд, где сказал, вот, значит, это список тем, по которым ранжирование будет старым, с учетом ссылок. А вот это список тематик, где ранжирование будет без учета ссылок, по-новому, по новым факторам, по другим признакам. Все, кроме ссылок, ну, якобы. Однако даже по ним ссылки учитываются, ссылки продолжают влиять, ссылки несут определенный вес, и наличие ссылок, ведущих на определенные страницы, даже в этих тематике, даже в регионе Москва, дает определенный результат. То есть сайты движутся или не движутся, если ссылки не закупать или там закупать как-то не так. Но при этом есть немало, то есть, соответственно, много высокочастотных запросов, по которым действительно ссылочное ранжирование отключено. Ну, представьте себе вот такую ситуацию. Есть запросы уровня, там, пластиковые окна, есть запросы уровня, не знаю, там, межкомнатные двери, там, юридическое обслуживание и так далее. Ну, это не конкретные запросы, то есть, чтобы вы не думали, что я сейчас перечислю вам все запросы, по которым ссылки не работают. Ну, в общем и целом говоря, это сильные, ранее дорогие, когда закупали ссылки, сильно конкурентные высокочастотные запросы. Почему по ним не нужно учитывать ссылки? Почему это позиция Яндекса? Почему это решение логично? Ну, потому что, как я уже говорил на прошлых вебинарах, ну и вообще на семинарах, на многих сейчас обсуждается, что Яндекс все больше внимания уделяет коммерческим, социальным, поведенческим показателям сайта. То есть, от того, будет ли, вернее так, от того, сколько ссылок закуплено на ваш сайт по запросу пластиковых окна, ваш сайт не должен чувствовать себя лучше или хуже выдачи. Потому что ваше место там определяет, например, известность вашей компании, авторитет, как часто вас запрашивают на ваш бренд. Или тот спектр услуг, которые вы предоставляете, те регионы, в которых вы работаете. Потому что многие компании, которые оказывают услуги по установке пластиковых окон, они работают не только в одном городе, но по всей России. И в основном в топе такие сайты или там, которые работают хотя бы в нескольких крупных регионах, которые хорошо расписали свои услуги. И те сайты, на которых люди правильно ведут себя, то есть они переходят от одной страницы к другой, просматривают определенное количество страниц, проводят на сайте определенное количество времени. То есть, поставлено на эту страницу или на этот сайт 100 ссылок или 100 тысяч ссылок по какому-то запросу значения не имеет. Однако, есть другие запросы, среднечастотные, низкочастотные, не столь конкурентные, по которым ссылочное ранжирование усчитывается, но, конечно, не в той же степени, как это было, скажем, 3 или 5 лет назад. Чуть иначе учитывается анкор или, по-другому говоря, текст ссылки. То есть, если раньше поисковые системы достаточно сильное внимание уделяли вот этому самому тексту, то есть, что написано в вашей ссылке, то сейчас это не совсем так. Учитывается, конечно, и текст, учитывается, конечно, и параметры сайта, с которого эта ссылка поставлена, на которую эта ссылка ведет, то есть на тот сайт тоже его параметры Яндекс оценивает и параметры этой страницы. Учитывается все, но вот что касается текст, уже прямо он влиять не может. То есть, от того, что, опять же, на вас сослались 50 раз с каким-то словом или даже предвосхищая вопросом на тему того, что можно разбавить анкор-лист, использовать какие-то уточненные фразы, синонимы и так далее. То есть, это уже влияет не в той же степени. Доказать Яндексу, что вот вы написали здесь окна, 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 и от этого ваш сайт стал чем-то лучше по тематике окон, уже нельзя. Но сами ссылки влияют, это показывает некий авторитет, некую известность вашу, ну или хотя бы коммерческие возможности, финансовые вернее, возможности продвижения, если уж на то пошло. Что же работает и некая теория закупки, что ли, как правильно закупать ссылки. Ссылки, некоторые спрашивают, какой процент ссылок учитывается? Учитываются все ссылки и все учитывается. То есть, Яндекс смотрит на максимальное количество факторов, на максимальное количество показателей. И все ссылки, которые попадаются ему на пути, он собирает и как-то их анализирует. И это называется учет. Учет — это не когда вот я увидел ссылку, и за это ваш сайт подвинется на сколько-то там позиций. Нет. Учитывание — это значит, что я заметил, я проанализировал. Вот с точки зрения алгоритма Яндекса. Но влияют далеко не все ссылки. Влияет, ну, по моим каким-то персональным оценкам, от 10 до 50 процентов. Это зависит от каждой тематики, от, естественно, качества этих ссылок, от качества площадок, от слов, по которым вы продвигаетесь и так далее. Вот. Но при этом вычислить, какие именно ссылки влияют, нельзя. То есть, условно, вы закупили где-то 100 ссылок на какой-то там бюджет, неважно какой. Из них влияет, ну, процентов 50. Остальные 50 не дают вам ни плюса, ни минуса, ничего. То есть, ну, как бы, они просто есть. Они могут даже отображаться у вас в сервисе Яндекс.Вебмастер, в счетчике внешних ссылок. Но это не говорит о том, что Яндекс вот эти ссылки как-то, ну, лучше, что ли, ранжирует, и лучше по ним ваш сайт продвигается. А какие-то ссылки, которые, например, не отображаются в Мастере Яндекса, не учитываются. Это не так. То есть, вы не можете достоверно определить, что учитывается, а что нет. Закупать нужно ссылки на максимальное количество запросов. Если вы, например, завели ссылочную кампанию где-то в агрегаторе, в бирже какой-то, или используете, например, статейное продвижение, и взяли только 2-3 запроса, то возможно, что вам вообще это ничего не даст. То есть, к сожалению, сейчас такая схема уже не работает. Я об этом говорил и на предыдущих, опять же, вебинарах о том, что Яндекс смотрит на комплекс, то есть на все, что делает ваш сайт, на весь спектр услуг, на все страницы, на всю семантику. Именно поэтому мы занимались на первом шаге тем самым сбором большого количества запросов. И вот поэтому, если вы поставите, ну, скажете, нам нужно быть в топе по запросу холодильники, по запросу телевизоры и по запросу магазина электроники и бытовой техники, и поставите, не знаю, там, 3 слова с определенным бюджетом, сейчас даже неважно каким, то возможно, что ваш сайт нисколько не продвинется по этим запросам, потому что вам нужно охватывать все запросы, все категории, подкатегории, главную страницу, карточки, товары и все остальное. Чем больше страниц в продвижении, тем более естественной будет выглядеть ваша ссылочная масса. Ну, представьте, вот, поставьте себя на место Яндекс. Вообще, очень хороший способ что-то проверить. Например, проверить, немножко отвлекаясь от темы, там, качество текстов или, там, какие должны быть заголовки. Поставьте себя на место Яндекса. То же самое можно сделать со ссылками. То есть вы, вот, вы Яндекс, и вы анализируете, какие ссылки нужно учитывать, какие нет, какие должны влиять на сайт и какие нет. И как правильно это должно быть в естественном случае. Вот, в реальной жизни не бывает такой ситуации, когда у вас есть сайт, и на одну его страницу, например, на страницу с телевизорами, поставлено тысяча ссылок. То есть тысяча вебмастеров, владельцев других сайтов, не знаю, кого-то, журналистов, блогеров, ваших партнеров, решили сослаться именно вот на эту страницу, а на все остальные, ну, почему-то не ссылаются. Такого не бывает. Как бы вы ни пытались доказать обратно, что у вас там какая-то акция, не акция, это не важно. Как минимум ссылки будут на главную страницу, будут ссылки на карточки товара. Потому что представьте, что вот кто-то в интернете решил порекомендовать ваш телевизор, который вы продаете, или ваш диван, или все что угодно, смотря какой у вас магазин, на какую тематику. Ну, естественно, люди рекомендуют не просто категорию, о, смотри, какие диваны. Да это понятно, что диваны, телевизоры, холодильники, они у всех, можно сказать, одни и те же. То есть немножко меняется каталог, но по сути-то все одно и то же. Люди часто рекомендуют конкретный диван, конкретную карточку товара. Хотя, возможно, что этот диван никто никогда не запрашивает, и в продвижении этого запроса, названия дивана, у вас нет никакой коммерческой заинтересованности. То есть будет ваш сайт в топе по нему или не будет, вам от этого клиентов не прибавится. Но вы представьте, что вам нужно немножко другую задачу решить. Вам нужно доказать Яндексу, что ссылки, которые ведут на ваш сайт, они, ну, в той или иной степени естественны. И поэтому вам придется ставить ссылки, в том числе на карточки товара, даже которые не продвигаются, не запрашиваются, только для того, чтобы показать вот эту самую естественность. В том числе на главную страницу ссылки ставятся. Важна нормальная скорость прироста ссылок. Нормальная. Здесь, видите, звездочку, сноску, и я должен дать некий свой комментарий, что ли. Нет никакого фактора нормальности у Яндекса. То есть в Яндексе не добавлено какое-то число, цифра, которая показывает, что ссылки должны расти на 10% в месяц, или на 15, или в первый месяц на 10%, во второй месяц на 20%. В общем, таких цифр и таких данных вообще Яндекс не использует. И ни по одному другому фактору тоже у Яндекса нет заранее сделанных вычислений. То есть как должно быть. Яндекс все это анализирует, сравнивает с конкурентами, сравнивает с другими сайтами, некоммерческими, коммерческими, вашими прямыми, непрямыми конкурентами и так далее. Но суть такая, что не должно быть самой главной такой ситуации, когда у вас в первый месяц появляется много ссылок, тысяча, а во второй месяц нисколько, в третий месяц 2000 ссылок, в четвертый месяц три ссылки. То есть когда у вас ссылки растут неравномерно, вот такими вот волнами, если можно так сказать, или, например, в первый месяц появилось очень много, а потом вообще не появляется ссылок новых, то это, конечно, неестественно. То есть такой ситуации быть не должно. Есть исключения, я о них расскажу чуть позже, но в целом вы должны сами. Коли же мы говорим о хардкорном SEO, не простом SEO, не тем, который, не о том, который работает по нажатию одной кнопки, а о том, которым вы управляете вы сами, то вы должны, например, постепенно увеличивать бюджеты или постепенно вы должны добавлять новые запросы, то есть не сразу это делать, потому что это под вашим контролем находится. Говоря, кстати, про SEO-пульт, у нас есть защита от ссылочного взрыва, и SEO-пульт предотвращает такой момент, как вот закупка сразу большого количества ссылок, а затем ничего, чтобы такого не происходило. Но при этом вы сами тоже должны в этом процессе участвовать, особенно если у вас есть высокочастотные конкурентные фразы с большими бюджетами, а сайт у вас молодой. Ссылки должны быть максимально разнообразными. Разнообразными в какой степени? Вот представьте, что ссылки могут быть многих типов. Не знаю, вы поставили его с ссылку с коммерческого сайта, поставили с блога, с какого-то форума, с фейсбука, с твиттера, с социальных сетей, любых других. Это может быть ссылка из статьи, или может быть она где-то отдельно висит. Это может быть ссылка из картинки, потому что у вас баннер где-то находится. Это может быть текстовая, какая угодно ссылка. И чем больше у вас будет вот такого разнообразия, тем лучше. Например, это могут быть ссылки с новостных сайтов. Конечно, если вы стремитесь продвигаться по конкурентным фразам и просто ведете все ссылки, вот 100% ссылочной массы, это у вас биржевые ссылки, то они будут влиять меньше, чем могли бы, даже они сами по себе, если бы вы чуть больше сделали для вот этого процесса ссылочного продвижения. То есть вам, кроме того, что вы, например, ведете ссылочную кампанию в SEO-пульт, нужно идти на новостной сайт, напрямую или как-то там, не знаю, подпольно с кем-то договариваться о размещении пресс-релиза, допустим, или реально делать какой-то инфоповод, чтобы люди захотели о вас рассказать, написать, какое-то интервью разместить. Это стоит денег, это стоит, может быть, одно размещение, там, 3-5 тысяч рублей, где-то на небольших сайтах, может быть, тысяча рублей, или там меньше, где-то на очень крупных сайтах, это может быть и десятки тысяч. Ну, только тут уже вам нужно оценить адекватность такого предложения, насколько вам нужна эта ссылка. Вам нужно идти на форумы и писать, не просто размещать спам, то есть это какие-то прогоны по форумам, прогоны по каталогам, а вам нужно заводить там темы, общаться, заводить там, допустим, виртуальных каких-то пользователей, которые будут разводить между собой общение. И потом вдруг один из них кому-то рекомендует ваш сайт в процессе разговора, причем не с ключевым словом, купить пластиковые окна в Москве, а ну просто рекомендует вот какой-то там сайт, вроде нормально ребята делают, ну, условно. То есть некую естественность изображать. И на это не может уйти 10 минут вашего времени, на это уйдет несколько часов для того, чтобы, ну, и опять же, эти часы, они будут растянуты, потому что вы не можете сделать все обсуждение в течение часа, и вдруг кто-то порекомендовал ссылку. Вы на форум приходите, и там днями и неделями общаетесь, и потом вдруг появляется этот, это заветная ваша ссылка. То же самое происходит с соцсетями. Ну, я чуть позже скажу, где можно купить ссылки, можно их купить в соцсетях, можно купить их на форумах, можно купить их где угодно. Но для того, чтобы ссылку не удалили, не посчитали ее спамом, для того, чтобы прийти на качественную площадку, не просто тот форум, о котором все давно забыли, не просто разместить ссылку в каком-то твиттер-аккаунте, который заполнен целиком и полностью такими ссылками, А выйти на какой-то качественный аккаунт, который цитирует, который комментирует, для этого нужно постараться. И это не займет мало времени, повторюсь. Я сейчас покажу пример настройки ссылочной кампании в сервисе SEOPult.pro. У нас, если вы не знаете, есть дополнительный инструмент, рассчитанный на профессиональных SEO-специалистов, на оптимизаторов, на сотрудников агентств, на профессионалов в области SEO. Он называется SEOPult.pro, и адрес у него соответствующий. Не SEOPult.ru, а SEOPult.pro. Сервис этот по своему принципу, по своему качеству, он не отличается от SEOPult. Он отличается определенным функционалом немножко и определяется внешним видом интерфейса, который для профессионалов может быть более удобен. Вот и все. То есть никто не сказал, что в одном сервисе ссылки хуже, а в другом лучше. Там площадки биржи используются одни и те же, но разве что в SEOPult.pro используется биржа TrustLink, а в SEOPult.ru используется и биржа TrustLink, и биржа SABE, и еще там две других биржи. Но самое главное отличие в интерфейсе и определенных настройках, которые вы можете сделать. Повторюсь заранее, что сюда стоит лезть только в том случае, если у вас уже есть опыт ссылочного продвижения успешный и успешного продвижения сайта. И вы знаете, зачем нужен каждый отдельный параметр, каждый отдельный фильтр. Я, конечно, сейчас продемонстрирую, как это делаю я, но мои фильтры закупки, мои параметры, они не являются идеальными. И для каждого проекта я тоже ставлю определенный эксперимент. И смотрю, что работает, а что нет. И то, что я покажу, это сейчас на момент времени так. Завтра я могу взять, зайти в интерфейс и поменять все фильтры, они будут по-другому уже закупать ссылочную массу. Поэтому вам нужно в этом разбираться. Если вы не разбираетесь, то вы идете в сервис SEOPult.ru, где за вас уже профессионалами, аналитиками настроены эти самые фильтры. Вы можете то же самое сделать в других сервисах, просто я покажу на нашем примере. Что касается запросов. Используются все запросы, высокочастотные фразы, которые в основном идут на главную страницу. Продвигаются категории и продвигаются товары. Ну вот пример. Сайт мебельного магазина. Это не вымышленный проект, то есть это реальный сайт, реальные ссылки, реальные настройки для определенного магазина. И вот вы видите, что главная страница продвигается по основным ключевым фразам. Мебельный магазин, магазин мебели, мебель. Уточню, что бюджеты здесь поставлены с одной стороны не рекомендуемые, с другой стороны не просто от балды. Они поставлены на основе определенных оценок по тому, что мы вообще ведем на сайт. То есть что у нас продвигаются карточки товаров, что у нас продвигаются категории, что у нас продвигается главная страница. Ну и это некое чутье или некоторое видение того, что давайте вот так поставим. Я не могу это объяснить. Вот эти бюджеты, они не вычисляются мной лично. Но я единственное, что могу сказать, что если вы делаете комплексную ссылочную кампанию, которая охватывает у вас, как я сказал, и главную страницу, и категории, и карточки товара, то вы можете действительно ставить не рекомендованный бюджет, а меньше. Потому что многие из ваших конкурентов, они делают до сих пор неправильно. Они закупают ссылки, предположим, на запрос диваны, кровати и кухонные столы. И поэтому бюджет у них гигантский. И сервис при оценке бюджета вам тоже покажет бюджет немаленький. Но если вы сделаете это более грамотно, лучше, чем все, то есть как все, умеют все, а вы должны сделать лучше, чем все. И вот если вы сделаете лучше, то бюджет у вас может быть меньше. Заметьте, что сайт пока еще не вышел в топ по некоторым из этих запросов. Мебельный магазин вышел, вернее, магазин мебели вышел, а мебельный магазин еще нет. Фраза там на 20-м месте. Но при этом у нас и нет цели продвигаться по вот этому запросу. Цель в другом. Цель доказать Яндексу, что мы вообще про мебель. Что наш сайт полностью отвечает этой тематике. И поэтому каждая отдельная подкатегория и категория товаров лучше продвигается. Если говорить про категории, заметьте, у меня есть такая разбивка, она стандартная. В общем-то я использую, допустим, название какой-то категории. И в качестве ключевых слов использую все названия всех подкатегорий, относящихся к ней. То есть если у нас категория спальни, значит ключевые слова это недорогие спальни, модульные спальни, итальянские спальни. В общем, какие угодно спальни. Бюджет также поставлен на основе рекомендаций всего пульта, но есть определенная оценка личная, что давайте попробуем чуть меньше. Или давайте попробуем наоборот чуть больше, потому что пробовали с меньшим бюджетом, и эта фраза пока еще не вышла в топ, а она сильно конкурентная. То есть используются все подкатегории. Даже если задача от клиента стоит так, что нам нужно продвигать запрос спальни. Ну, во-первых, эта задача не совсем верная, ее нужно корректировать. А во-вторых, на саму страницу спальни будет влиять продвижение всех ее подкатегорий. Ссылки будут ввести на другие URL-адреса, ссылки будут ввести по другим запросам. Но доказав Яндексу, что у нас есть все виды спален, в том числе ссылками, мы продвигаем и основной запрос тоже. Поэтому по запросу спальни сайт тоже в топе находится. Используются низкочастотные запросы. Здесь они разбиты по типам, например, все диваны, все кровати. И это все запрашиваемые в той или иной степени ключевые слова. Здесь вы видите совсем символический бюджет на каждый запрос. Это от 10 до 15 рублей в среднем. Вот есть ключевые слова с товарами, где бюджет совсем небольшой, там 5 рублей. И по сути закупается одна, максимум две ссылки на каждое ключевое слово. Ну, во-первых, это способствует продвижению этих самых запросов. Вы видите по графику, что у нас там в районе 80 с чем-то там процентов. Ну вот даже по позициям я смотрю, 84 процента этих запросов в топе Яндекса. Конечно, каждый из них не даст нам большого трафика, прироста этого трафика из выдачи. Но еще раз обращаю внимание, что продвижение этих фраз, этих диванов, оно способствует продвижению сайта по запросу «диваны». А сайт все-таки на первом, иногда на втором месте по этому ключевому слову. Еще какие запросы можно использовать? Можно использовать бренды конкурентов и безанкорные ссылки. Здесь из другой тематики приведу пример, например, с Форексом. Есть у меня в продвижении такой сайт, и здесь я использую название конкурентов для чего? Не для того, чтобы сайт вышел в топ по этим запросам. Например, есть компания известная, Форекс Клаб. И мы закупаем ссылки со словом Форекс Клаб для другого сайта, не Форекс Клаб. И этот мой сайт в продвижении, он никогда не выйдет в топ по этому запросу. Я на это даже не рассчитываю и не надеюсь, поэтому здесь нулевой график, и мне это, в общем-то, не расстраивает. Задача здесь какая? Яндекс знает, что тематика Форекса, она связана с определенными брендами. Есть витальные запросы, то есть те, по которым показывается конкретный сайт. Например, если написать слово «Форекс» по-английски, то часто Яндекс показывает сайт «Форекс Клаб» как основной. Есть связанные фразы, например, в названии «Форекс Клаб» есть слово «Форекс». И нам нужно Яндексу показать, что мы даже по брендовым запросам, по каким-то уточненным фразам, по тем сайтам, которые ассоциируются с этим понятием, даже если в самом слове нету этого «Форекса», вы видите «Альпарий», например, наш сайт тоже релевантен. И поэтому закупаются такие ссылки. Бюджеты здесь поставлены разные в зависимости от известности и популярности конкурента нашего. И цель, повторюсь, в том, чтобы доказать в поисковой системе, что мы еще и про это, что даже если кто-то ищет конкретную компанию, то мы якобы отвечаем на данный запрос. Ведут эти ссылки на главную страницу, конечно. Про безанкорное продвижение я еще чуть позже прокомментирую этот момент. Но также скажу, что такие ссылки покупаю для всех проектов, которые находятся в продвижении. И, на мой взгляд, процент безанкорных вот этих самых ссылок может составлять в районе 10-30% в зависимости от количества запросов, которые вы используете, и в зависимости от бюджетов. Потому что если ваш бюджет не очень большой, например, 10 тысяч рублей, есть тематики, где прекрасно можно с таким бюджетом справляться, выходить в топ и получать своих клиентов, то процент безанкорных ссылок может быть как раз-таки 10%, предположим, 10%. А если бюджет у вас большой, это могут быть десятки, сотни тысяч рублей на все ключевые слова суммарно, то до 30% это ссылки безанкоров. Поясню момент. Безанкорная ссылка – это ссылка, в качестве текста которой указано не ключевое слово, а, например, адрес сайта, адрес вашего домена или адрес страницы, ну или еще принято безанкорными называть ссылки, где ключевое слово является там, слово «тут», «здесь». Например, ищешь «Форекс», «смотри тут», и только вот слово «тут» является ссылкой, ведущей на ваш сайт. Но единственное, что я бы не рекомендовал увлекаться такими ссылками «тут», «здесь», «там», а все-таки использовать адреса ваших сайтов, ваших страниц. Почему? Потому что в естественном случае, в реальной жизни, люди, когда ставят ссылку на ваш сайт, и вот мы говорим, почему безанкорная, потому что так более естественно что ли выглядит, они, в общем-то, редко пишут слова «тут», «здесь», «там». Это пишут так в блогах, наверное. Хочешь чего-то узнать, смотри тут, ну на каких-то развлекательных сайтах. Но когда вас, например, цитируют СМИ, или когда вас пишет какая-то крупная компания, когда вас указывают в качестве партнера на каком-то сайте, то не пишут «смотри тут», «смотри здесь», а указывают конкретный адрес вашего сайта. Поэтому в качестве безанкорных я бы рекомендовал использовать именно URL-адреса. Что касается фильтров закупки. Вот в этом сервисе, о котором я говорю, «seopult.pro», вы можете, в общем, так же, как и в «seopult.ru», но здесь чуть другой интерфейс в «pro». Вы можете настроить свои фильтры, по которым закупаются ссылки. Свои параметры сайтов указать, на которых вы готовы размещать ссылки, ведущие на ваш сайт. Здесь рекомендация такая. Использовать как можно больше схем и как можно больше фильтров. Я уточню, что нет никаких идеальных сайтов. Если вы поставите, что ссылки должны быть тематические, сайтов с большим возрастом, так называемых старых, прокачанных, сайт должен находиться в Яндекс.Каталоге, проиндексировано должно быть не менее тысячи страниц, контента на сайте должно быть 100-500 миллионов символов, условно. Если вы нажмете «сохранить», то по этому фильтру у вас не закупится ни одной ссылки, потому что таких сайтов не существует в природе. Не существует идеальных сайтов, даже если вы готовы платить много, даже если вы не поставите вообще ограничение по цене, готовы заплатить за такую ссылку тысячу рублей, хотя она не статейная. Таких ссылок не существует. Поэтому что нам приходится делать? Мы не знаем точно, какие параметры в поисковой системе, в вашем случае, по вашим запросам, в вашем регионе, в вашей тематике, учитываются в большей или в меньшей степени, касаемо ссылок. Представьте, что есть такой параметр, как тематический индекс сетирования сайта, параметр Яндекса, ТИЦ сокращенного. Яндекс его, очевидно, как-то учитывает, что если ссылка ведет на ваш сайт с ресурсом, у которого ТИЦ 50, или с ресурсом, у которого ТИЦ 500, ну, очевидно, разница какая-то есть. Но какая? Мы не знаем и не можем это вычислить, потому что запросы разные, регионы разные, и вообще провести какой-то достоверный эксперимент не представляется возможным. Но хорошо, есть другой параметр. Это, например, возраст домена. Есть третий параметр. Это количество исходящих ссылок с этой самой страницы. Ну, банально, чтобы у вас не было ссылок с каких-то линкопомоек, так называемых, когда у вас с сайта донора ведет ссылка не только на ваш сайт, но еще на 20. Это плохо. Ну, так вот, параметров очень много, и Яндексу нужно среди них отбирать какие-то важные и неважные. Но мы не знаем, какие из них важные. Вот так. И нам приходится один фильтр делать с акцентом, например, на тематичность. Но таких ссылок будет немного, потому что объективно ваши конкуренты на вас ссылаться не будут, а информационных сайтов по многим тематикам нету в большом количестве. Например, нет много сайтов по тематике строительства информационных, которые захотят ссылку на вас разместить. Их будет там сотни. А все остальные будут с худшими параметрами, но зато они тематические. Но нам они уже не нужны. Мы можем сделать другой фильтр, который больше ориентирован, например, на так называемый «траст» сайта. Это наличие сайта в каталоге Яндекса, наличие в каталоге ДМОС, наличие еще где-то, возраст сайта, например, мы можем учитывать. И, соответственно, другой фильтр для этого настроить. В общем, этих параметров, этих комбинаций может быть очень много. И вам нужно просто сделать так, чтобы каждый из фильтров учитывал определенную характеристику сайта, а не так, что все в одном фильтре. Поймите, что идеальных ссылок вы не купите. Что касается параметров ссылок, вот я уже об этом немножко сказал, забегая вперед, рассказывая про предыдущий тезис, есть вот некие показатели. И я скажу, какие важно заполнять, а какие не важно и почему. Ну, например, наличие в каталоге Яндекса для некоторых фильтров, не для всех, потому что если для всех сделать, ссылок не закупится в достаточном количестве, для некоторых ссылок это важно. Ну, понятно, что если сайт добавлен в каталог поисковой системы, очевидно, что модераторы Яндекса признали этот сайт качественным. И покупать ссылки с качественных сайтов – это хорошо. Ну, это очевидно, это банально. ТИЦ, ну, как косвенный показатель, опять же, качество прокачанности сайта, отсутствие на нем фильтров, потому что если есть фильтр за, ну, какой-то жесткий фильтр, например, АГС, то у сайта просто не может быть ТИЦ 50, или даже 10, или даже 20. 10 в редких случаях бывает, вот так говорюсь, ну, например, можно ставить там от 20. Дата регистрации домена – тоже очень важно. Указывается она в месяцах. Ну, вот, например, стоп-слова в тайтл можно использовать, но очень аккуратно, потому что есть слова однокоренные, которые не являются какой-то запрещенной взрослой тематикой, при этом можно там использовать. Иногда можно ставить ссылки. Иногда ставят веб-мастера, ну, или SEO-специалисты, стоп-слова в разделе URL, то есть какие слова они должны встречаться в адресах страницы. И, например, там указывают профайл, как профиль пользователя, потому что раньше принято было, что не надо ставить ссылки с профилей пользователя, ставить слово форум, зачем это, блог. А совершенно зря, потому что ссылка с форуму или ссылка с блога может быть достаточно качественной и хорошо бы там ее закупить, потому что по другим показателям, кроме того, что это форум, он может быть также в каталоге Яндекса. Это может быть очень качественный ресурс. Также рекомендую обратить внимание на... Такое показатель, он внизу сам находится. SEO-пульт ProRank, SPR сокращенно, он показывает средневзвешенную такую оценку качества сайта с учетом его трафика, с учетом его многих других параметров. То есть, в принципе, если вы используете вот эту оценку, вы можете многие другие вещи даже не заполнять. То есть, оценить вот этот показатель сайта, SPR. Ну и, собственно, не рекомендовал бы сильно ограничивать количество внешних ссылок со страницы, но это можно, например, 10. То есть, потому что есть у нас счетчики, есть у нас какие-то другие внешние ссылки, которые не являются коммерческими, которые ведут, например, на другие ресурсы этого же сайта, это уже владельцы сайта, вернее так. И, собственно, сильно ограничивать здесь я бы не стал фильтр. Остальное на ваше усмотрение. Опять же, повторюсь, что вы должны использовать разные фильтры для разных целей. Вот этот фильтр, допустим, больше для Яндекса. Если вы на Google ориентируетесь, вы делаете еще один дополнительный фильтр, и там уже оказывается, что сайт должен быть в каталоге Demos, у него в индексе Google должно быть много страниц, а в Яндексе уже не важно в данном случае. То есть, вам нужно смотреть, как Google к этому сайту будет относиться. И, например, для Google дата регистрации домена, она важнее, чем для Яндекса. Ну, то есть, есть какие-то определенные фишки. Множество разнотипных анкоров, которые должны использоваться в вашей ссылочной кампании. Буквально вчера в нашем сообществе ВКонтакте, в сообществе SEO-пульта, отвечал на вопрос про анкоры. То есть, как там генерить SEO-пульт, как вам нужно генерить. Анкор, уточню, что это текст ссылки. И тексты ссылок должны быть максимально разнообразными и, как здесь написано на слайде, разнотипными. То есть, не должно быть такого, что здесь написано «купить диваны в Москве», потом «купить диваны дешево», «купить диваны недорого», «купить диваны» там еще что-то. Потому что, если вы каждый раз так будете писать, то Яндекс, можно сказать, склеит эти анкоры или многие из них не будет использовать. Я вот в самом начале говорил, что будет учитываться, будет влиять. Влиять. От 10 до 50%. И вот этот фактор, количество анкоров, разнообразие его, он также на это сильно влияет. Потому что, ну, не может быть, опять же, в реальной жизни ситуации, когда несколько сотен сайтов решили поставить на вас ссылки, где написано одно и то же. Ну, может быть, синонимом заменено. Там слово «купить» на слово «заказать». Слово «недорого» заменено на слово «дешево». Такого не бывает. То есть, каждый, кто пишет, тем более, какой-то текст, текстовую ссылку, не просто адрес вашего сайта, он сформулирует мысль по-своему. Он, во-первых, напишет какой-то околосылочный текст. Как правило, да, есть какой-то аннотация к этой ссылке. Поэтому рекомендую использовать ссылки с окружением. Как до самой ссылки, так и после нее. А во-вторых, эти ссылки, их тексты будут максимально разнообразны. И вот если посмотреть, опять же, на настройки моих многих компаний, у меня есть специальные генераторы. Есть, если вы в Яндексе напишите, например, генераторы анкоров, вы увидите несколько сервисов, которые позволяют это сделать. Нагенерировать по какой-то маске, по какому-то шаблону разных анкоров, разных текстов ссылок. Также я использую автоматически сгенерированные анкоры из сервиса SEO-пульт, потому что SEO-пульт это делает очень-очень неплохо. Он смотрит на текст объявлений, в контекстной рекламе, он смотрит на выдачу поисковых систем по каждому запросу и вот на те самые аннотации, на сниппеты сайтов. И поэтому анкоры достаточно осмысленные. Они содержат ключевые слова, они разнообразные. То есть где-то будет написано, допустим, «просмотреть информацию о диванах», или где-то будет написано, что там «мы заказали диван в этом магазине». То есть фразы строятся по-разному, и это самое важное. Нет ничего страшного в том, что по какой-то фразе будет встречаться упоминание бренда вашего конкурента. Помните, я говорил, мы наоборот даже ставили специально ссылки с указанием брендов и конкурентов. А здесь тоже может такое встретиться, что будет написано, допустим, «купите кухню в магазине таком-то», а это ваш прямой конкурент. Но вы не думайте, что вы рекламируете. Вы рекламируете свой сайт. Эти ссылки не нужны для пользователя. Они в большей степени играют роль для поисковых систем, и поисковые системы на них смотрят. И то, что там будет написано «чужой бренд», вам от этого ни пользы, ни вреда, никакого не будет. Но ссылочная масса будет более разнообразной. Поэтому старайтесь использовать как можно больше разных текстов ссылок. Стоит также сказать про статейное продвижение, потому что оно набирает обороты. Когда Яндекс стал говорить про некую отмену ссылок, то все стали думать, что есть плохие ссылки, а есть хорошие ссылки. И якобы хорошие ссылки — это статейные. А все, которые не статейные, они плохие. Про все, которые не статейные, я уже сказал. Они неплохие, и многие из них учитываются. И они влияют на продвижение сайта, на его позиции. Но статейные ссылки могут влиять в большей степени. Хотя много вы их не купите по объективным причинам, по причине их стоимости высокой. Статьи бывают разные. Бывает статья со ссылкой, бывает статья с безанкорной ссылкой, и статья вообще без ссылки. Или может быть даже ссылка, которая закрыта от индексации. Представьте. Самое простое, что вы можете делать, это написать статью или заказать ее где-то. И в тексте этой статьи какое-то используйте ключевое слово, которое пойдет на ваш сайт. Чуть более интересная задача — это сделать ссылку, закрытую от индексации, или не передающую вес. Так называемые ссылки с параметром real nofollow. То есть, когда сайт сообщает роботам поисковых систем, что эта ссылка не должна передавать вес сайту, на который она ведет. Хотя, казалось бы, вы занимаетесь продвижением своего сайта. Так вот, зачем это делается? По некоторому мнению, по мнению ряда специалистов, эти ссылки передают все-таки вес, а не учитываются поисковой системой. И я придерживаюсь такого же мнения, что если ссылка есть в интернете, какими бы параметрами она не обладала, как бы вы ни рассказали поисковикам, что она nofollow, она noindex, она там не должна чего-то делать, поисковик ее видит, по этой ссылке могут переходить люди, эта ссылка заметна на сайте. Так почему ее не стоит учитывать? Как вы можете сказать, что она передает вес или не передает вес? Это уже решит поисковую систему. И такие ссылки полезны. Они как бы заведомо сообщают роботу, что ссылка поставлена не с целью продвижения, потому что она обрамлена параметрами определенными, но в то же время она может влиять на продвижение, как бы интересно и необычно, и это не казалось. Есть также статьи без указания ссылки вообще. Как это так? Это если ваш сайт по определенному слову является витальным. Например, это ваш запрос, ваш бренд. Если вы напишите какое-то название вашей компании, вашего бренда, и показано в Яндексе будет несколько страниц вашего сайта, там два-три места в выдаче первых будут ваши, это значит, что Яндекс считает, что ваш сайт является витальным. То есть именно его и ищут по данному запросу. Соответственно, вы можете ставить ссылки просто с указанием вашего бренда, тем самым популяризируя его и доказывая лишний раз в поисковой системе, что о вас пишут. Ну вот представьте, что чем больше о вас пишут, чем больше раз говорят, даже не устанавливая ссылку, тем, в общем-то, лучше. И эти факторы тоже оцениваются поисковой системой. Ну и, собственно, можно также использовать ссылки в качестве анкора, у которых будет указан просто адрес вашего сайта или те же самые слова тут, здесь, там, но я о них уже говорил выше, повторяться не буду. Тоже такое можно использовать. То есть максимально разнообразно. Здесь показан интерфейс системы Webartex, на которую можете купить, в общем-то, все ссылки всех вот этих типов, о которых я рассказал выше. Но сейчас также хочу рассказать о некоторых фишках, которые здесь стоит использовать. Ну, фишках или просто каких-то особенностях. Анкоры должны быть самые разные. И нужно использовать, в том числе, анкоры с указанием бренда, с указанием разных склонений и с указанием товаров. И, может быть, даже продвигать в некоторых случаях ваши товары. Например, смотрите, как очевидно купить статью, как самый банальный способ купить определенную статью. Как подходят все. Вы, может быть, так подходите к этому. Ваши конкуренты, вообще все, весь рынок. И все толкаются в одном и том же. Мы приходим на биржу, отбираем по какому-то принципу площадки, неважно, по какому, нашли. Указали ключевое слово, которое для нас кажется самым интересным, самым вкусным. Например, в мебельной тематике запрос до тех же самых диванов, мебель, шкафы купе. Вот это все написали. Вы закупили статью, а в статье, ну, в случае с Webartex, например, можно разместить две ссылки. То есть с одной статьи будут две ссылки, может быть, на одну, может быть, на разной странице вашего сайта. И вы в одной статье указали и эти самые диваны, и шкафы купе. И все. И вот эта статья якобы должна передавать вес вашему сайту. А как поступить оригинально? Как поступить небанально? Можно указать, ну, те же самые ключевые слова, плюс еще добавить в продвижение конкретные товары. И статья, в которой сначала будет рассказано про диваны, что вот вы можете заказать диваны там-то и там-то, и слово диваны, ссылка на ваш сайт, а потом будет указан конкретный товар. Она с точки зрения и пользователя, и поисковой системы выглядит более естественным. Ну, то есть не просто кто-то написал SEO-статью, а рекомендует конкретный диван. Но эта же статья, она будет приносить пользу и по конкретному запросу диваны, ну, и по, собственно, товарному запросу. Можно указывать бренд. Вы можете использовать в одной статье, предположим, одно ключевое слово, а одно слово, по которому ваш сайт и так в топе. То есть я не говорю о том, что по конкретному запросу названию вашего бренда ваш сайт нужно продвигать. Нет-нет, он в топе, он на первом месте. Он может занимать три первых места. Но вы вот тем, что размещаете одним из анкоров ваш бренд и ведете, например, на главную страницу, вы показываете лишний раз в поисковой системе, что эта статья, естественно, что она написана не для SEO, а она написана, ну, пусть даже пиар-специалистом, пусть даже журналистом за деньги. Но она поставлена не просто с целью вот SEO-раскрутки какой-то, а она поставлена, как Яндекс раньше нам говорил, с любовью. То есть Яндекс какие ссылки оценивает, какие ссылки ему нравятся, те, которые поставлены с любовью. Это цитата с некоторых семинаров Яндекса, которые он проводит, ну, и там, докладов. Тематика статей, нужно это учесть, будет в основном как у сайта-площадки. То есть, конечно, часть статьи будут, может быть, относиться к вашему сайту. То есть для мебельного сайта это как выбрать диван, или какие они бывают, или какие-то особенности диванов, если вы по слову дивана купили статью. А многие статьи будут все-таки писаться на основе контента той площадки, где размещается статья. Если это автомобильный портал, а у вас мебельный магазин, то готовьтесь к тому, что статья будет про автомобили. И там будет написано, что кресло сиденья в этом автомобиле такое же мягкое, как диван у вас дома. И слово диван будет являться ключевым словом, по которому продвигается ваш сайт, и поведет на вашу страницу. С этим нужно просто смириться и принять тот факт, что, во-первых, очень качественные сайты не стремятся размещать откровенную джинсу, то есть просто какая-то реклама, потому что у них есть хорошее ядро аудитории, они не хотят его терять. И даже если они размещают какую-то коммерческую информацию, они хотят, чтобы эта информация была полезна. Во-вторых, поисковая система не может, в общем-то, сильно разобраться. Правильная статья написана, к какой тематике она относится. То есть она понимает смысл статьи, но не понимает, скажем так, логичность, что ли, ссылки, привязанных к этому контенту. Ну и в-третьих, лучше получить не тематическую относительно вашего сайта статью, но зато посещаемую. Представьте, что на этом самом автомобильном портале люди заходят на эту статью пользователя, читают ее, лайкают, комментируют, может быть, там будет один-два комментария, но зато они будут. И они проводят на ней время, и Яндекс смотрит эти поведенческие показатели и знает, что эта статья размещена для людей. А вы могли разместить такую же статью на каком-то тематическом сайте, нулевом, который никто не посещает, вся там посещаемость счетчиков накручена, и, в общем-то, получить гораздо меньше эффект. Хотя самый банальный фактор, который используют многие оптимизаторы, это тематичность. Вот все гонятся этой тематичностью. Тематичность — это далеко не единственный показатель. Статьи полезны, когда они размещаются не разово, а регулярно, когда вы закупаете не просто вот пять статей купили, и все, и ждете результат. А когда вы показываете Яндексу, что о вас пишут. Вот вы представьте, Яндекс видит, что эта ссылка, она отличается от всех остальных. Она статейная, она размещается в контенте. И значит, ее нужно как-то учесть. Но что показывает статья? Она показывает, что о вас говорят. Если о вас написали пять статей, а потом перестали писать совсем, то это показывает, что ну что-то вы такое сделали хорошее, но о вас не говорят. О вас написали один раз. Может быть, вы там, не знаю, перевернули свой сайт вверх дном, и о вас все написали. И вы что-то сделали совершенно невероятное. Вот. Но потом о вас все забыли. И нужно показывать в поисковой системе, что о вас не забыли, что о вас пишут регулярно. И лучше размещать там две, три, пять, десять, двадцать статей, если позволяет бюджет, в месяц, чем купить разово много штук. То есть, например, десять штук или пять штук. Лучше это растянуть во времени и использовать на постоянной основе. Ссылки из социальных сетей. Это, наверное, последнее, о чем я хочу сегодня рассказать. Эти ссылки также учитываются. Ссылки с Твиттера, ссылки с Фейсбука, с других соцсетей. Они влияют. Они влияют, конечно, не в той же степени, как обычные ссылки. Не в той же степени, как статейные ссылки. Но они существуют. И их тоже желательно охватывать. Особо важны ссылки с Твиттера и Фейсбука. Почему? Потому что эти два сервиса, две вот этих соцсети, отдают Яндексу прямой фид. Это означает, что Яндекс не индексирует Твиттер и Фейсбук. А наоборот, когда в Фейсбуке или в Твиттере появляется какая-то новая информация, они сами сообщают роботу Яндекса, что эта информация появилась. Картинка, текст, какой-то комментарий к записи, все что угодно. То есть сами сервисы побыстрее сообщают об этом роботопоисковой системе. И это значит, что с индексацией проблем не возникнет точно. С контактом ситуация обстоит чуть хуже, с одноклассниками еще хуже, потому что многие профили там закрыты, и Яндексу приходится самому их индексировать. Они не отдают Яндексе удобоваримую информацию, чтобы сразу понять, что появился контент, и в нем появилась ссылка. Ссылки соцсетей снижают риск ссылочного взрыва. В самом начале я говорил, что ссылки должны расти планомерно, постепенно. Но бывает ситуация, объективная, в жизни такая ситуация может быть, когда у вас в первый месяц, или там в какой-то из месяцов ссылок растет много на сайт. Так случилось, что вы сделали действительно что-то такое интересное, что о вас все решили написать. Или вы можете такую ситуацию сымитировать. То есть вы можете поставить ссылки на самом деле из статей коммерческих, которые вы закупили, из обычного агрегатора или из обычной биржи, и при этом докупить ссылки из соцсетей и показать, что о вас реально пишут живые люди, живые пользователи. Когда о вас пишут живые пользователи, логично, что и коммерческие сайты, и сайты СМИ, и блоги, и форумы тоже могут на вас ссылаться. Какие есть инструменты? Ну вот на перечисленных свет клин не сошелся, но приведу самые основные. Это Twight и LikeIt.ru. Они немножко отличаются. Twight относительно автоматизированно размещает ссылки, как следует из названия, больше в Твиттере, но также есть возможность и в Фейсбуке размещаться. Это ссылки с живых аккаунтов, ну с прокачанных, по крайней мере, и вы можете по фильтрам их отобрать. LikeIt.ru у него принцип немножко другой. LikeIt.ru — это биржа заданий, где сидят живые пользователи, люди, которые зарабатывают деньги, и они выполняют, в принципе, любые ваши задания, которые вы напишете. То есть вы можете сказать там, лайкни вот этот пост, или размести ссылку в своем профиле, вот на эту страницу. Или вы можете сказать, зайди на мой сайт, прочитай вот эту статью, выделив третий абзац снизу, скопируй его, размести в своем Фейсбуке, поставь ссылку на вот такую-то страницу, приведи своего друга, пусть он лайкнет. В общем, задание может быть любым, но понятно, что чем оно сложнее, тем оно более сложно в реализации, тем меньше вы получите выполнение этого задания. Поэтому можно, конечно, изучаться как угодно, но нужно знать грань и понимать, что люди тоже сидят там за деньги, люди сидят, которые там зарабатывают, с каждого задания может быть там рубль, два, пять, десять, в редких случаях там 20-50 рублей, это какие-то особо сложные задания. Но те люди, которые в таких бюджетах заинтересованы, как сказать, они в основном школьники. Школьники, не работающие люди, и поэтому сильно заморачиваться с какой-то сложной системой постановки задач я бы не стал. То есть все должно садиться там. Лайкните, прокомментируйте, напишите, разместите ссылку, подпишитесь на группу, что-нибудь в таком роде. В общем, такие инструменты тоже использовать можно. Но очень важно, чтобы вы не садились только вот на эти два инструмента, потому что вам всегда нужно будет их использовать в этом случае, вы будете всегда как бы на игле. То есть вам нужно все время поддерживать эту социоактивность. А хорошо бы что-то делать такое, чтобы вас реально писали в соцсетях. Писали или хотя бы лайкали, как-то участвовали в ваших группах. Соответственно, здесь какой-то, ну, общей рекомендации быть не может. Вот все компании разные, бизнесы разные. Направления и клиенты ваши, они разные. Но найдите хорошего SMM-специалиста или хотя бы SMM-консультанта, который вам какую-то стратегию, что ли, выработает, скажет, о чем вам писать, так, чтобы вас лайкали. Потому что если у вас завод по производству каких-то железнобетонных конструкций, то вас лайкать никто не будет, как бы вы ни старались. Но в вашей тематике, так, забегая вперед, это не будет являться важным фактором ранжирования. Поэтому я и говорю, что каждый фактор и каждое значение, там, ссылки, лайка, оно привязано к запросу и к региону. И по каким-то запросам это важно, а по каким-то нет. Но вот есть многие тематики, по которым это важно. Это тематики B2C, как правило, то есть когда бизнес нацелен на частного клиента, на пользователя. Тематики развлекательные, тематики, где у бренда или у какого-то магазина могут быть свои фанаты, свое ядро аудитории, лояльные пользователи. И в этом случае данные, факторы ранжирования для вас будут сильно актуальны. Там это использовать нужно, но нужно использовать с умом. Просто если вы будете писать, что у нас скидки такие-то, у нас появились пять новых диванов, у нас появился новый раздел на сайте, это никому не интересно, это никому не надо. И если кто-то это будет лайкать, то либо на автомате, либо это ваши сотрудники. Бывает, кстати, так, что самый-самый менеджер подключает своих друзей, коллег или каких-то роботов, которые накручивают посты, а владелец сайта, владелец бизнеса видит, что все хорошо, что мы пишем какую-то акцию, и ее так все лайкают, она так всем нравится, что вообще у нас все продажи чуть ли не из соцсети идут. А это не так может быть. Ну и подведу некоторые итоги, обобщу ту информацию, которую уже сегодня рассказал. Значит, нужно учесть, что не все ссылки одинаково полезны. Есть ссылки, которые придают какой-то вес вашему сайту, влияют на ранжирование, есть ссылки, которые не влияют. Но какие именно ссылки полезны, а какие нет, вычтить невозможно. Ни SEO-пульт, ни какие-то SEO-специалисты, никто не может сказать, что именно вот эта ссылка влияет или не влияет. Можно что сказать? Ссылка проиндексирована в Яндексе. Или можно что сказать? Что? Ссылка появилась в сервисе Яндекс.Вебмастер. Или, например, по этой ссылке есть переходы. Или это ссылка тематическая. Но ни один из этих параметров не говорит о том, что ссылка влияет на продвижение или она не влияет, даже если все вот эти высшеперечисленные факторы учтены. Нужно имитировать максимальную естественность во всем. В количестве этих ссылок, в скорости прироста, в разнообразии ключевых слов. Повторюсь, не может такого быть, что все ссылаются на ваш сайт по слову «телевизор». В разнообразии страниц. И люди могут ставить ссылку, в том числе, например, на главную страницу, на карточки товара, на страницу «Контакты» на вашем сайте, которая вообще-то не продвигается. И вы не заинтересованы, должны быть не заинтересованы в продвижении страницы «Контакты» и страницы «Доставка». Но ссылки, ведущие на страницу «Доставка», они показывают некую естественность. И можно тоже там поставить небольшой совершенно бюджет, там, не знаю, 50 рублей. На 50 рублей будет закуплено 10 ссылок, которые поведут на страницу «Контакты» или на страницу «Доставка». И тем самым вы будете более разнообразить вашу ссылочную массу. Ссылки должны вести с разных типов сайтов. Обычных, коммерческих, информационных форумов, блогов. Соцсетей. В общем, самые-самые разные ссылки. Еще один момент, о котором я сегодня не сказал, но я решил его именно в итогах вебинара указать, чтобы это сильно, что ли, запомнилось вам. Потому что, как говорил, кажется, Шерлок Холмс, что запоминается последняя мысль, последняя фраза. Ну, фраза не последняя, но одна из последних на этом вебинаре, в качестве тезиса, что если у вас сменился URL-адрес страницы, предположим, ваш сайт переехал на новый домен, или, предположим, вы сделали ЧПУ на сайте, или что-нибудь еще, то есть страница переехала на новый адрес, то ссылки, которые раньше на нее ввели, не нужно ни снимать, ни менять адреса, потому что, например, SEO-пульт, в общем-то, позволяет сменить адрес, и так же, как любые другие агрегаторы и биржи, позволяют сменить адрес страницы для любого ключевого слова. Но делать это не нужно. Единственное, вы можете немножко снизить бюджет, а также добавить еще одно такое же ключевое слово, и по нему начать закупать ссылки на уже новый адрес. Почему так? Опять же, мы возвращаемся к вопросу о естественности. Если вы поставили в какой-то момент времени, не вы, а веб-мастера, в какой-то момент времени поставили 100 ссылок на какую-то страницу вашего сайта, и потом не может быть в жизни такой ситуации, когда в час икс все они договорились между собой и поменяли адрес ссылки теперь уже на новый, так, чтобы она ввела теперь на новую страницу вашего сайта. Такого не бывает, поэтому вам нужно со старого адреса который у вас был раньше. Настроить 301-й редирект на новый адрес вашей страницы или нового вашего сайта, если вы даже сменили домен, но саму ссылку не удалять и не менять для них адреса, потому что так будет более правильно, более естественно. А вес передастся за счет 301-го редиректа. Ссылки нужно максимально разнообразить. Все, чем можно. Использовать любые биржи, любую естественную ссылку. если вам предлагают какое-то партнерство или если вы можете где-то бесплатно получить эту ссылку, договориться, написать какую-то статью. Кстати, я вот не сказал, но стоит тоже это отметить, что у многих СМИ, многих блогов, информационных сайтов есть дефицит качественного контента. Какие бы у них ни были прекрасные редакторы, новостники, писатели, все они заинтересованы в как можно большем количестве контента. Если вы напишите хорошую статью, предложите ее тематическому ресурсу, то вполне вероятно, что ее опубликуют бесплатно. А вы можете поставить свою ссылку там. Но опять же, это зависит от каждого ресурса, от каждого конкретного случая. И на кого угодно там ссылаться не будут. Но тем не менее, этот способ работает, и работает хорошо. Это способ проверенный. Собственно, это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. И если есть вопросы, по традиции, с удовольствием на них отвечу. Спасибо большое, Женя. Вот не поверишь, но я практически не смог послушать внимательно весь твой вебинар. Я надеюсь, это было очень интересно, потому что все это время я занимался приемом вопросов, и действительно невероятное количество для сегодняшнего дня. И я сейчас, как говорится, я думаю, что у нас еще второй вебинар по времени состоится, пока мы будем с тобой отвечать на эти вопросы. Итак, Олег Астахов спрашивает, возможно ли продвинуть новостной сайт в топ ПВЧ запросом без покупки ссылок, как вы считаете? Считаю, что возможно, но здесь просто, смотрите, по высокочастотным запросам, смотря каким, если вы хотите быть в топе по запросу новости, или, допустим, если у вас какой-то тематика более-менее суженая, там, новости про политику, новости про доллар, не знаю, что-нибудь такое, и весь ваш сайт про это, то для того, чтобы он продвигался, здесь учитываются несколько другие факторы. Здесь количество новостей, частота появления этих новостей, их уникальность, активность ваших пользователей на сайте, вот это все будет играть важную роль. Но для того, чтобы это продвинулось, вам нужно создавать большое количество категорий, большое количество тегов, о которых я рассказывал в предыдущем вебинаре, если не видели, то рекомендую посмотреть. Для новостных сайтов это вообще идеальная схема, когда вы делаете, помещаете каждый контент специальными тегами. И в этом случае вы должны делать настолько качественный контент, чтобы на вас просто естественным образом ссылались и вас цитировали. В общем-то, в теории все возможно. Андрей задает вопрос. Здравствуйте, а если сайт одностраничный лендинг, как тогда покупать ссылки? Ну, если одностраничный лендинг, очевидно, что других страниц у вас нет, поэтому все ссылки пойдут на одну страницу, но здесь тоже с определенной пометкой. Не каждый лендинг, не в каждой тематике способен выйти в топ. Лендинги придумали не для SEO, а для контекстной рекламы, для каких-то других инструментов. И если тематика у вас узкая, то есть она какая-то прям вот своя, например, вот как я недавно сталкивался, водонепроницаемый чехол для айфона или какие-то определенные курсы, вот прям вот курсы на какую-то одну маленькую темку, не знаю, продажи в B2B, то есть не так, что вообще все продажи, курсы там по развитию всего и вся, а вот конкретно продажи B2B или там водонепроницаемый чехол, тогда да, вы можете подвигать свой сайт, он может быть в топе у вас, ну тогда очевидно на одну страницу. Но если тематика более широкая, там какие-нибудь образовательные курсы уже пошли дальше, да, или это просто техника Apple, айфоны и подобное, то лендинг в топе в принципе быть не может. И в этом случае все, о чем я сегодня рассказывал, оно подходит вам, но вам нужно делать полноценный ресурс. Сергей, интересуется у тебя, можно ли сейчас гонять по доскам и каталогам? Точно нет. Короткий ответ, большинство досок и каталогов либо просто некачественные, либо они даже зафильтрованы в Яндексе, и все, что эти доски могут вам дать, это либо какую-то пессимизацию, либо просто Яндекс их будет не учитывать. И из них может реально встретиться 2, 3, 10 хороших, но эти 2, 3, 10 лучше найти вручную и там вот руками поставить ссылку. Михаил спрашивает, скажите, а подойдет ли логин и пароль от обычного SEO-пульта в SEO-пульт Pro или надо заново региться? Нет, не подойдет, нужно все делать по-новому, новая регистрация, ссылки нельзя перенести, анкоры нельзя перенести, то есть это можно рассматривать как отдельный совершенно сервис, никаким образом не связанный с SEO-пультом. Ну, связанный он владельцами, связан он брендом, связан он тем, что его делаем мы, те же, кто разрабатывал SEO-пульт, но какими-то интерфейсными или техническими вещами сервисы не связаны. Вопрос от участника Арти. Насколько тематическими должны быть доноры, если продвигать внутренние страницы по низкочастотным запросам? Я повторюсь, тематика донора, она учитывается. Это один из факторов, по которому оценивается ссылка, то есть ссылка влияет, не влияет, Яндекс смотрит на тематику тоже, но в идеале, вот в каком-то вакууме, все ссылки должны быть тематически, на 100%. Если вы продаете мебель, значит, на вас должны ссылаться мебельные сайты или сайты, которые пишут статьи про мебель, но это в реальной жизни невозможно, потому что даже если вы найдете сотню таких сайтов, то большая часть из них будет, как правило, некачественной. Если вы найдете, ну, у вас же не один такой раздел, даже если вы говорите низкочастотный запрос, вам понадобятся разные страницы продвигать по разным запросам. Соответственно, что на вас одни и те же там 20 сайтов будут ссылаться или 100 сайтов, такое тоже нельзя сделать. Поэтому тематика учитывается, но это далеко не единственный фактор, и статья, или ссылка может быть размещена на совершенно не тематических донорах и передавать хороший вес и нести хорошую пользу для продвижения, если, например, у этого сайта другие параметры хорошие. Старый сайт, трастовый и так далее. Татьяна просит тебя помочь, Евгений. Скажите, пожалуйста, у меня ТИЦ 0. Это плохо? Сайту 5 месяцев. ТИЦ 0, ну, как сказать, это не то, чтобы хорошо, не то, чтобы плохо. Нужно сразу сказать, что ТИЦ прямо на выдачу не влияет. ТИЦ, это мы о нем сегодня говорили в контексте оценки сайтов, доноров, которые на вас, по идее, должны ссылаться. То есть, это косвенная оценка. Но от того, что у вас ТИЦ 50, 100 или 10, или 0, сайты не упорядочиваются в выдаче. Вы можете сами это прекрасно проверить по своим конкурентам. У кого-то будет 50, он на первом месте, а у кого-то 250, он будет на 10 месте. Логики здесь вот такой нет. Но что касается самого показателя 0, конечно, если вы закупаете ссылки, то ТИЦ должен расти. Но он растет не моментально, и апдейты ТИЦ случаются сейчас в среднем раз в полтора-два месяца. Поэтому даже если вы, например, два месяца назад начали нормальные ссылки закупать, и они учитываются, и они сейчас влияют на процесс вашего продвижения, ТИЦ у вас может не вырасти просто потому, что Яндекса вот этот вот показатель еще не успел пересчитаться, он не успел обновиться как цифра, как цифра, которую вы видите. Но на самом деле все эти ссылки уже могут влиять. Сергей спрашивает, какие ссылки покупать? Вечные или обречь себя на ежемесячное увеличение бюджета? Ну, здесь сложный вопрос. Дело в том, что если ваш бюджет позволяет, то вообще, опять же, вот в вакууме вы должны покупать ссылки вечные, чтобы ссылку разместили, и все прекрасно. Но на такие ссылки у вас уйдет очень много денег, много времени, и в случае чего, например, если Яндекс перестанет учитывать какие-то ссылки по каким-то факторам, вы их снять не сможете, не сможете заменить оперативно, на ссылки с другими показателями. Поэтому вот в идеальном случае они должны быть, конечно, вечные. Но так не бывает в реальной жизни. Даже крупные сайты, крупные компании с большими бюджетами, там не то, что десятки тысяч, там сотни тысяч и миллионы бывают у сайтов, ну, я имею в виду, у самых-самых лидеров уходят на ссылочное продвижение, и они также используют, как и мы с вами, агрегаторы или какие-то ссылочные биржи используют, в том числе и временные ссылки. Рекомендую комбинировать в целом. Ранее было популярным использовать двойное, а то и тройное наращивание ссылок, то есть, когда закупались ссылки на страницы, на которых уже размещены ссылки на сайт. Имеет ли эффективность данный метод в наше время? Так, значит, ссылки размещались на страницах. Ссылки, закупались ссылки на страницы, на которых уже размещены ссылки на сайт. А, ну, понятно. То есть, грубо говоря, вы прокачиваете ссылками не свой даже сайт, а сайт, который на вас ссылается. Ну, в теории это, конечно, полезно, ну, потому что вы как бы передаете вес другому сайту, он передает вашему. Ну, это просто затратно сильно. И вместо этого способа я бы рекомендовал, например, несколько твитов разместить со ссылками на вот тот сайт, который на вас ссылается. Вместо закупки реальных ссылок. Иначе у вас просто, ну, бюджет два раза вырастет или в три раза. Да, как раз вопрос про твиттер. Ты об этом упоминал на вебинаре. Ну, вот освежим. Владимир Михайлович спрашивает, как насчет прогона через твиттер и вообще соцсети. Ускоряет ли это индексацию страниц? Да, соцсети ускоряют индексацию страниц, работают хорошо, но, опять же, я бы рекомендовал отказаться от слова прогон и использовать либо вообще ручной труд, когда вы сами или там ваш сотрудник, кто-то, фрилансер, заходит в твиттер-аккаунт, пишет какой-то пост, и там ссылка на ваш сайт или там тоже самое фейсбук. или хотя бы использовать какие-то биржи, где можно отсеять по качеству вот эти площадки, хотя бы там по количеству подписчиков, по возрасту аккаунта, где можно предварительно, может быть, даже посмотреть эти аккаунты или где это будет стоить не таких больших денег. Всякие прогоны, где вот делается это через сервис, я прекрасно знаю о существовании, я их не называл вебинарии, не рекомендую пользоваться сервисами, типа вот плати с вебмани 10 долларов и будет тысяча ссылок с твиттера. это не нужно, представьте, что это просто тысяча ботов, Яндекс прекрасно их определит. Вопрос от Сергея, эффективно ли сейчас создавать собственные сети сайтов сателлитов для размещения ссылок на мордах этих сайтов? Ну, на мордах, не на мордах, значит, эффективно в определенной степени, ну, представьте, если вы сделаете свою ссылочную биржу, такую местную, ну, конечно, это будет хорошо, то есть вы как бы можете кому-то не платить, да, за ссылки, не исключите эту статью расходов, но статья расходов у вас будет на другое, на поддержание доменов, на написание контента, потому что если вы просто делаете заглушки, то это никому не нужно и никак это учитываться опять же не будет, если просто на сайте будет какой-то маленький текстик и просто ссылка на ваш сайт. Эти сайты будут не прокачаны, с нулевым тицом, не в каталоге Яндекса, то есть, ну, смысла в этом нет. Вот. Можно сделать по-другому, можно сделать какой-то большой информационный ресурс, предположим, вы продаете мебель, а вы сделаете сайт про дизайн интерьера, там писать контент, но это, знаете, это очень долгосрочное вложение, так делают некоторые компании, которые уже обладают хорошей клиентской базой, которые могут просто, ну, деньги расходят на новое направление бизнеса и там на 10 лет вперед думать. Делаете новостной сайт или какой-то портал, и с него уже либо какой-то пиар-эффект получаете за счет баннерной рекламы какой-то, которая вам ничего не будет стоить. Вы баннер размещаете бесплатно на свой сайт. Либо скрытый маркетинг, либо то же самое с SEO. И ничего страшного, что с одного и того же сайта у вас будет много ссылок. Такое использовать можно. Здравствуйте, Евгений, пишет нам Ольга. Подскажите, пожалуйста, первый раз решила закупить ссылки в SEO-пульте Макс, проставила по 25 рублей для начала. В итоге уже две недели прошло, но расход по нулям. Это говорит о том, что надо повышать стоимость? Да нет. Если вы первый раз закупаете, бывает ошибка в том, что вы не запустили проект. Если по нулям, то такого вообще-то быть не должно. Вот здесь на слайде моя почта. Вы можете мне написать ID вашего аккаунта, и я посмотрю, точно вам скажу. Но, скорее всего, вы просто забыли нажать кнопку «Запуск». То есть, кроме того, что вы пополнили аккаунт и поставили ключевые слова бюджета, вам нужно прям вот физически зайти и нажать «Запустить». Участник с ником «Нян» пишет. Это не вопрос, такая ремарка, не могу ее пропустить. Женя, спасибо. Приятно слушать, как спикера, по делу и без воды. Спасибо. Передаем привет пользователю «Нян». Итак, Евгений Мигачев пишет. Как насчет ссылок, которые предлагают размещать хрумером или аналогичным софтом? Есть ли плюсы от такой ссылочной массы или сплошные минусы? Уточню для тех, кто никогда это не использовал. Все-таки вебинар у нас для всех пользователей, которые могут это прослушать, могут этим пользоваться когда-то, могли не использовать. Хрумер – такая штука, которая позволяет, опять же, делать в определенной степени прогон по разным формам, и так далее. Ответ тот же самый. Либо это будет вред, если ваш сайт молодой, либо это будет ничего. То есть ни пользы, ни вреда, если у вас сайт старый. Предположим, вы берете какой-нибудь известный прокачанный сайт и пытаетесь, наоборот, хрумером сейчас что делать? Пытается сайт под фильтр какой-нибудь загнать. Там, за ссылки или просто, чтобы Яндекс его наказал за такие вот нечестные методы. Ну, хороший, продвинутый сайт, наказать так не получится и что-то с ним сделать. А новый сайт, если бы, если вы там боретесь с какими-то возникающими конкурентами, которые только-только появляются на рынке, вполне себе способ, ну, в ряде случаев, рабочий. То есть он иногда срабатывает, иногда нет, но пользы, в общем-то, от этого никакой не будет. Антон Миролюбов спрашивает, если делать посты только на своей странице в Фейсбуке, в группе, или в Твиттере со ссылкой на свой сайт без расшаривания, будет ли такая ссылка индексироваться поисковиком? Будет индексироваться, но при этом хорошо бы, чтобы у вас и из других аккаунтов, из других групп или там страниц, в общем-то, тоже ввели ссылки на ваш сайт. Алексей спрашивает, а что делать, если сайт под санкциями за поведенческие факторы в Яндексе? Есть смысл закупать ссылки вообще? Смысл есть, потому что вы все равно показываете некую естественность. То есть от того, что, допустим, вас за что-то наказали, объективно или не объективно, нельзя сразу сдаться и сказать, что ну все, давайте теперь вообще не будем заниматься никаким SEO и вообще закроем сайт. То есть вы ссылочной массой наоборот должны показывать, что ваш сайт постепенно обрастает ссылками какими-то разными, статейными, обычными. И когда санкции будут сняты, они обязательно будут сняты там рано или поздно, сайт просто начнет постепенно продвигаться. И вы не просто покажете, что вот пока были санкции, ничего не делалось, а санкции сняты и вдруг все захотели на вас ссылаться. Такой ситуации в жизни не бывает. Поэтому единственное, что вы понятное дело, что позиций пока у вас не будет. То есть ссылки вы закупаете, но как бы на будущее. То есть это инвестиции в будущее, когда санкции не будет на вашем сайте. И второй момент, что вы можете, конечно, не очень большие бюджеты расходовать. То есть не подключать большое семантическое ядро и по каждому запросу рекомендуемый бюджет, а просто хотя бы поставить на минимальный какой-то бюджет несколько десятков фраз. Можно ли в SEO-пульте закупать ссылки сразу на два разных сайта? Или надо на каждый сайт создавать свой логин? Нет, конечно, вы можете под одним аккаунтом продвигать сколько угодно сайтов. У нас есть аккаунты агентств, где несколько десятков сайтов продвигаются. Какие параметры ссылок должны быть для карточек товаров, для конкретных моделей? То есть то, что мы делаем для поднятия основного ВЧ-запроса. Это могут быть самые дешевые ссылки? Да, я, как правило, использую ссылки недорогие. Почему? Потому что ссылки, в моем понимании, должны быть разнообразны, которые на сайте. То есть чем больше разных доменов будет вести на наш ресурс, тем лучше. То есть нельзя сделать так, чтобы нашлось 100 сайтов очень хороших, и мы их используем, просто ведем на разные страницы, то есть не только этих 100 доменов. И чтобы на бирже хватило разных сайтов нашего, нужного нам типа, для карточек товаров можно пожертвовать многими параметрами, использовать просто такие показатели, которые просто показывают, что страница хотя бы проиндексирована, и на ней нет санкций на сайте. Ну то есть это там ТИС-10, возраст домена условно 3 месяца, неважно в каталоге она не в каталоге, просто чтобы она была. Вот и все. Так прокачиваются карточки. Ну опять же, так делаю я, может быть кого-то какие-то другие свои схемы. Ольга Кац спрашивает, куда делись трафиковые статьи все в пульте, вернутся ли они, почему убрали? Изначально они были в каком-то еще вашем сервисе вроде, остались ли они там? Если да, напомните сервис, видимо про Веб-Артекс. Да-да-да, именно в трафиковые статьи вы все еще можете прекрасно закупать сервисе Веб-Артекс. Сейчас просто происходит изменение в интерфейсе, поэтому что-то убирает, что-то добавляется. Если у вас есть такая задача, как закупка трафиковых статей, пожалуйста, Веб-Артекс.ру, я о нем сегодня уже упоминал на вебинаре, можно там все прекрасно закупать. Вот Антон также интересуется статьями из Веб-Артекса и спрашивает, не повлекают ли они накрутку ПФ для Яндекса. Он считает, что там ведь не люди переходят по ссылкам зачастую, а роботы и делают высокий показатель отказов. Не знаю, вот откуда он взял это? Ну, дело в том, что по ссылкам переходят люди живые, там гарантия трафика заключается в том, что статьи размещаются на таких сайтах, где есть реальная посещаемость. И посещаемость как раз-таки тех самых статей, тех самых разделов, где статьи эти размещаются. Статья пишется под тематику, и поэтому большая вероятность, что люди по ней перейдут по такой ссылке. Значит, на данный момент мы не наблюдаем того, что там, те, кто закупает трафиковые статьи, вернее, статьи с гарантией переходов, так называемые, что эти сайты попадают под какие-то санкции. На данный момент такого нет, но ввиду последних заявлений, изменений в алгоритмах Яндекса, в его позиции, предсказать заранее, конечно, что-то сложно, но, по сути, поскольку это живые пользователи, и мы никак не накликиваем сами, не делаем переходы. Если у вас какой-то большой процент отказов, не знаю, может, дело в сайте, или, может быть, там какие-то еще у вас есть переходы. Не знаю, тут надо смотреть, но в любом случае, даже если предположить, что мы бы там чего-то кликали сами, то, наверное, уж там задержались бы на сайте, там 10-20 секунд, как минимум, чтобы не показывать, так уж не политься. Но, честно говоря, это делаем не мы, и делают не роботы, и делают не какие-то люди, которым заплатили по копейке, а делают живые посетители. Почему они уходят с вашего сайта, это уже другой вопрос. Сергей спрашивает, если разместить несколько ссылок на одном домине на разных страницах, не пострадает ли от этого эффективность каждой ссылки по отдельности, или лучше покупать строго по одной ссылке с доменом? В идеале по одной ссылке с доменом, но если у вас есть качественный сайт, предположим, вы там по каким-то фильтрам его нашли, тоже нет ничего страшного в том, что с него будет там 2-3 ссылки, ведущие на разные страницы вашего сайта. И, опять же, это встречается на практике, я просто закупаю в том же SEO-пульте ссылки, потом их анализирую и смотрю, что получается по разным запросам, просто так вы это не отследите, особенно если у вас запросы разбиты на разные проекты, это сложно сделать, понять, что у вас там с одного сайта три ссылки ведут. Но потом по Яндекс.Вмастеру, по каким-то аналитическим инструментам, я проверяю, смотрю, что на сайт ведут 2-3 ссылки с одного домена, по разным анкорам, на разные страницы, ничего страшного в этом нет, можно такое использовать, опять же, ничего идеального не бывает. Идеально, да, один домен, одна ссылка, но мы не можем купить все ссылки с разных доменов, мы не можем купить все ссылки тематические и так далее. Антон делится своим кейсом. Пришел клиент от другого SEOшника, я посмотрел ссылки, решил, что они не подходят, начал их медленно снимать и получил рост по позициям такой же плавный. Действительно ли дело было в ссылках? Стоит ли рисковать съемом ссылок или лучше просто покупать новые? Здесь нужно всегда проверять ссылки. У каждого SEOшника, у каждого специалиста есть свое какое-то понимание, видение, какие ссылки правильные, какие неправильные. У меня тоже были кейсы, когда приходят клиенты и ссылки я снимал в том числе, не буду говорить с каких сервисов, просто есть некачественные биржи, которые там генерят свои площадки практически, и ставят ссылки совершенно с непонятными анкорами. То есть, на мой взгляд, ничего хорошего от этих ссылок быть не может. И более того, я как-то снял ссылки разом на 25 тысяч рублей просто одним днем. То есть, вы говорите плавно, а я одним днем это сделал. И спустя месяц сайт действительно стал немножко расти. Хотя больше за это время ничего не делалось. За этот месяц делался аудит, то есть, такая аналитическая, теоретическая работа. На сайте реально ничего, никаких работ не произойдет. Стойки ссылки были сняты. Такое действительно может быть, но такие решения принимаются на свой страх и риск, конечно. То есть, какой-то общей рекомендации здесь не может быть. Снимайте или не снимайте. Светлана просит сориентировать, на что обратить внимание в продвижении в Google? Если мы говорим про ссылки в целом, то обратите внимание на показатели наличия сайта в каталоге ДМОС, количество проиндексированных станет в Google. и количество страниц в целом на этом сайте. Потому что Google любит такие вот обширные, хорошие, прокаченные ресурсы, а не так, что на сайте сто страниц, и там каждый из них ссылается на кого-то еще. Если говорить не про ссылки уже, а про в целом продвижение поисковое, то Google в большей степени, чем Яндекс, учитывает социальные факторы, социальные показатели, в том числе Google+, Facebook и Twitter. Также буквально вчера на Search Engines выложили статью про новый алгоритм Google, который будет в большей степени анализировать контент. Там сложно это для понимания и сложно для объяснения, но смысл алгоритма в том, чтобы оценить как-то Google говорит правдивость что ли статьи. Они будут оценивать насколько сайт честен по отношению к своим читателям и предоставлять правильную достоверную информацию. Как уж они это будут проверять, это вопрос сложный, тем более на том количестве языков, которые поддерживают поисковые Google. В общем-то это есть. Поэтому в плане контента рекомендую побольше смотреть на Google, потому что Яндекс оценит номер телефона, вы работаете в пяти регионах по России, это хорошо. А Google будет смотреть статья у вас там, хорошо написано или плохо. Алексей спрашивает, есть ли смысл размещать статьи на своем сайте интернет-магазин с ссылками на самого себя? Например, статья про термос, давайте ссылку на конкретную страницу товара. Работает это или нет, плохо или хорошо? Да, работает. Это не совсем ссылочное продвижение, это называется перелинковка. И в том числе ссылку надо ставить не только со статьи на коммерческий раздел, но и наоборот с коммерческого раздела на статью про термосы, если она полезна. Потому что, если вы напишите банальщину, термос это такая штука, чтобы там сохранялось тепло, это, в общем-то, всем известный факт, и тем более люди, которые ищут термос, наверное, представляют, что такое термос. Если вы напишите про разные виды, про то, какие не бывает, на что брать внимание, на какие параметры смотреть, и как термосы купить на вашем сайте, какие бренды представлены и так далее, если эта статья будет полезна, то и со статьи ссылаться на коммерческую страницу, и с коммерческой на статью. Это полезно. Антон, практически дает тебе тему для нового вебинара. Спрашивает, по гуглу, что ужесточилось с последним пингвином? Да, наверное, действительно большая тема для отдельного вебинара. В целом, по гуглу я вот ответил на предыдущий вопрос, когда давал свой комментарий, что в гугле важны социальные показатели и очень важен контент. В меньшей степени важны какие-то коммерческие показатели сайта, на которые больше обращает внимание поисковая система Яндекс. Ну, вот как-то так. Если общими словами ответить, если не уходить в длительный разговор действительно отдельный вебинар. Спасибо большое, Евгений. Вот вопросы закончились. Видимо, хардкор, он действительно так поглотил наших всех участников вебинара, что они долго не могли остановиться. Я надеюсь, что хардкорная тема у нас будет продолжаться и ты продолжишь свой замечательный цикл новыми и новыми интересными темами. Спасибо тебе большое. Всем спасибо. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Напоминаю, что Евгений Костин провел у нас хардкорный целый цикл вебинаров по теме SEO, которые вы можете всегда посмотреть в записи на телеканале SEOPULP.TV, потому что содержит очень много полезных материалов, к которым нужно рано или поздно так или иначе возвращаться. Это был обучающий центр кибермаркетинга телеканала SEOPULP.TV. Я, Сергей Иванов, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok